Времена великих социальных потрясений всегда вызывали к жизни особую породу людей, которых принято называть аферистами, авантюристами и великими комбинаторами. Обобщенный литературный образ одного из них даже стал элементом нашей национальной культуры. Более того, на долгие годы явился эталоном и путеводной звездой в деятельности многих совершенно конкретных криминальных персонажей. Большинство из них настаивало на том, что у них есть принципы, и они, как и их кумир, чрезвычайно чтят уголовный кодекс, а также дух товарищества и коллективизма. По крайней мере, они убеждены, что только за светлую голову и ловкие руки отправлять людей в не столь отдаленные места не стоит. Но никто из них и представить не мог, что у нас наступят времена, когда вообще отменят все принципы, и в преступном мире возможным станет практически все, когда никакой, даже самый суровый уголовный кодекс не сможет никого удержать от соблазна реализовать их криминальные таланты в полной мере. И многие бендеры 90-х, в отличие от своего прототипа, не просто перестают чтить уголовный кодекс, они начинают нарушать его самые тяжкие статьи, они начинают убивать. КОНЕЦ 20 августа 1994 года в Железнодорожное управление милиции города Архангельска обратилась гражданка Валентина Васильевна Харитоненко. Она сообщила, что два дня назад исчез ее 24-летний сын Александр. Оперативники опросили всех, кто знал Харитоненко, но никаких объяснимых причин его исчезновения не появлялось. Единственное, что сыщикам удалось выяснить определенно, в тот день, 18 августа, Александра видели вместе с двумя молодыми людьми у здания регионального пенсионного фонда «Север». Это подтвердила бывшая одноклассница Харитоненко, жившая как раз напротив этого здания. Часов где-то в 10 утра я увидела, кто зашел туда. А вечером позвонила его мама и побеспокоилась о том, что Саши до сих пор нет. На следующий день с аналогичным заявлением теперь уже в ОВД Октябрьского района обратились некие братья Филимоновы. Как выяснилось, это и были те самые спутники Харитоненко, с которыми он направлялся в пенсионный фонд «Север». Они сообщили, что Харитоненко являлся заместителем директора фонда по коммерческим вопросам, но в офисе появлялся не каждый день, только по необходимости. Видимо, в тот день необходимость была, потому что действительно около 10 утра 18 августа они вместе с Харитоненко подъехали к зданию пенсионного фонда. Попросив подождать его в машине, Александр зашел внутрь и, выйдя обратно через 15 минут, сказал им, что задержится и лучше пусть они ждут его у него дома. Он вернется через пару часов, но ни через 2 часа, ни вечером дома Харитоненко не появился. Выехавшие в фонд оперативники выяснили, что одним из последних Харитоненко видел председатель правления фонда Андрей Лешечкин. Он сообщил, что Александр заходил к нему где-то между 10 и 11 часами утра, решали вопрос о включении в состав учредителей фонда одной фирмы из Северодвинска. Через час он ушел, и Лешечкин его больше не видел. Время новостей на канале Панорама. В информационной программе Архангельского телевидения Панорама Севера была передана информация об исчезновении Харитоненко, сообщены его данные и приметы. Шли дни, но никаких звонков ни на телевидении, ни в редакции газет со сведениями о пропавшем не поступало. Дело по факту исчезновения Александра Харитоненко возбудила областная прокуратура. Старший следователь по особо важным делам Владимир Перминов, и без того заваленный этими важными делами, принялся за поиски без особого энтузиазма. Навряд ли Харитоненко пропал бесследно, тем более в таком многолюдном месте, как этот фонд. Но факт оставался фактом. Начали отрабатывать версии. Поскольку через фонд, как финансовую структуру, ежедневно проходила крупная наличность, первая версия следствия была, Харитоненко, как замдиректора по коммерции, убили из корыстных побуждений. Обратились к руководству. Соучредители фонда Юрий Кологреев и Александр Анфимов такую возможность категорически отвергали. Харитоненко лишь занимался коммерческими связями с партнерами фонда. Финансами он не распоряжался и к наличным деньгам никакого отношения не имел. Конечно, у Харитоненко с собой могли быть личные деньги, но если бы кто-то и задумал здесь кого-то ограбить, тем более среди бела дня похитить, то ничего бы не вышло. В офисе солидная охрана, все продумано и надежно. Рассматривалась версия и о похищении Харитоненко с целью выкупа. Но эту версию мы скоро отмели. Шло время, а никто никакого выкупа не требовал. Тем временем, понимая, что милиция может искать долго, братья Филимоновы предприняли собственные поиски товарища. Обзвонили и посетили всех знакомых, у кого только мог теоретически оказаться Харитоненко в тот день, но никто ничего о нем не слышал. Тогда они стали объезжать городские больницы и морги. Посетили даже аэропорт и железнодорожный вокзал. Но нигде никаких следов Александра не обнаружилось. Продолжающиеся допросы родственников, друзей и знакомых отметали версии об убийстве Харитоненко одна за другой. Все отмечали, что несмотря на несколько вспыльчивый характер, он был добрым и приветливым человеком. Врагов у него не было. Перминов, в очередной раз сопоставляя все собранные факты, понимает, что ему ничего не остается другого, как еще раз вернуться туда, где Харитоненко видели в последний раз, то есть в региональный пенсионный фонд «Север». Может быть, все дело в тех самых партнерских связях фонда, которые он курировал. Необходимо к этому присмотреться повнимательнее. В принципе, это было несложно, ведь слово сочетание «негосударственный региональный пенсионный фонд «Север» в городе знал каждый». Бабушка, вам же пенсии не хватит. Такой пенсии хватит на все. Региональный пенсионный фонд «Север». Одна из коммерческих фирм города, организовав этот фонд, предлагала пенсионерам за соответствующий взнос существенную прибавку к пенсии. Тысячи архангельских пенсионеров, как и многие россияне, потерявшие за годы реформ свои сбережения, а также весьма существенные в советские времена северные льготы, понесли свои деньги в фонд. И действительно, уже скоро первые пенсионеры-взносчики стали получать неплохие дивиденды. Выгода была налицо. Очевидно, что хорошие дивиденды получали и учредители фонда, которые пускали их на другие коммерческие проекты, которыми занимался Харитоненко. Может быть, здесь и кроется разгадка? Перминов проверил финансовые документы и допросил одного из бухгалтеров, отвечающего как раз за работу с активами фонда – Бурмагина. Вся отчетность была в порядке, никаких зацепок для следствия там не было. Но просматривая эти документы, Перминов обратил внимание на фамилию председателя правления фонда Лешечкина. Он, как известно, был допрошен оперативниками в первые же дни после пропажи Харитоненко. Но Перминову показалось, что он где-то уже слышал эту фамилию раньше. Теперь он вспомнил. Перминов немедленно отправился в областной суд, где хранилось уникальное для Архангельска уголовное дело, которое слушалось несколько лет назад. Дело о первом в регионе раскрытом заказном убийстве. В 89-м году несколько приятелей организовали один из первых в городе кооперативов. Его председателем стал Лешечкин, а одним из совладельцев – некий Шабров. Его вкладом в общее дело стал грузовик КамАЗ. На нем компаньоны и стали развозить какие-то грузы. Но неожиданно Шабров решил выйти из дела. Друзья по бизнесу категорически возражали, как им без авто. Но тот был непреклонен. Когда Шабров, владелец КамАЗа, решил выйти из кооператива, кооператив приходил в конец, и они решили каким-то образом КамАЗ оставить у себя в кооперативе, ну а каким образом. То есть убить владельца КамАЗа. Нет человека – нет проблемы. Зато есть автомобиль. Ночью приятели вызывают несговорчивого компаньона, якобы на деловой разговор, но вместо этого один из заговорщиков выхватывает обрез и в упор стреляет в Шаброва. Тот упал, заливаясь кровью, но там действительно крови было очень много. Подумав, что мертвый, уже все помер, Шабров лень для порядка, для уверенности, нанес еще три удара обрезом по голове. Зашли в домик, решили дело обмыть, бутылочку коньяка достали, выпили по рюмочке, по второй, по третьей, взяли лопаты, пошли закапывать тело Шаброва в яму. Когда вышли, и вот он мне оказался. Придя на время в сознание, Шабров с простреленной насквозь головой нашел в себе силы проползти 3 километра до ближайшего жилья, откуда его доставили в больницу. Там он сразу же попросил бумагу и ручку. Теряя сознание и обильно поливая листок кровью, Шабров написал на нем фамилии своих убийц и тут же рухнул замертво. Архангельский областной суд признал Лешечкина виновным в организации заказного убийства и приговорил к 11 годам лишения свободы. Но Лешечкин это решение опротестовал. И случилось почти невозможное. Верховный суд пересмотрел дело, признав, что Лешечкин ни в организации, ни тем более в совершении убийства не виновен, и заменил суровый приговор почти на символический – полтора года. Это за то лишь, что не донес о совершенном преступлении. Перминов, немало удивленный подробностями того дела, решает провести официальный обыск в региональном пенсионном фонде «Север» и, главное, еще раз допросить Лешечкина теперь уже лично. Может быть, опять что-то не поделили партнеры. Но вновь все документы, которые могли пролить хоть какой-то свет на тайну исчезновения Харитоненко, были в полном порядке. Располагал к себе и сам председатель. Лешечкин производил впечатление умного и серьезного человека. И мне казалось, что он сам был озабочен исчезновением своего друга и партнера Харитоненко. Лешечкин подробно рассказал обо всех их совместных делах, о чем они беседовали в тот день с Александром, которого, кстати, он вообще считал своим другом. Наверняка тогда с Камазом бес попутал. Такой человек и убийство, подумал про себя следователь. Перминов прекрасно понимал, что даже в Архангельске люди просто так не пропадают. На всякий случай он решил проверить в архиве прокуратуры все случаи таинственных исчезновений людей за последние годы. Но все пропавшие либо рано или поздно находились, либо находили их тела. И во всех случаях удалось выяснить причину случившегося и виновных. Но ни одна из них, похоже, не имела ничего общего с данным случаем. Тогда Перминов стал проверять картотеку нераскрытых убийств, а их с начала 90-х только по городу числилось более полусотни. В первую очередь он обращал внимание на те случаи, жертвы которых были связаны с бизнесом и предпринимательством. А вдруг где-то всплывут имена людей, имевших какое-то отношение к Александру Харитоненко. Листая очередное нераскрытое дело по убийству, Перминов, как обычно, стал просматривать протоколы допросов людей, близко знавших убитого. Он не поверил своим глазам. Среди фамилий свидетелей он обнаружил фамилию Лешечкина. 20 октября 1993 года в подъезде деревянного дома по улице Карельской с разбитой головой и многочисленными ножевыми ранениями был обнаружен труп некого Василия Антушева. Кто совершил это убийство, не жильцы подъезда, ни обитатели близлежащих домов сказать не могли. Хотя и год спустя хорошо о нем помнили. Все, он вот здесь лежит, я бы пошла, а здесь милицейская машина стояла, и все. Вот здесь он стоял, они посмотрели, видимо. А что, как он лежал? Вот у меня голова была, вот сюда ноги. Вот так голова, ноги. Я так, мне ужас, я вижу, что это шевелится, я так и пошла, и пошла. После тщательного осмотра тела убитого, криминалисты определили, что кроме нанесения ножевых ранений, Антушева еще и пытались задушить. Но и это открытие не помогло сыщикам выйти на след убийц. Единственное, что выяснилось в результате того расследования, Антушев за два дня до своей смерти неожиданно исчез из пригородного поселка Цыгламень, где он вместе с товарищами держал небольшое кафе под названием «Луч». Так вот, одним из этих товарищей-совладельцев и был Лешечкин. Перминов в недоумении. С подобным опытный следователь в своей практике еще не сталкивался. Известны три случая, когда человек затевал с кем-то бизнес, и все три раза кого-то из его компаньонов либо убивают, либо партнер бесследно исчезает, либо погибает при таинственных обстоятельствах. И что самое интересное, у Лешечкина во всех трех случаях была железная алика. Но совпадений становилось слишком много, и это начинало настораживать. Перминов отправляется в поселок Цыгламень в надежде выяснить, что за таинственный луч освещает жизнь местных жителей. Ну, Цыгламень у нас всегда славился криминальной обстановкой. Каждый год садим-садим, все равно не одни, не вторые уплывают. Цыгламень и Перминов выяснил немало интересного. Да вот кафе-то, вот тот. Но никакого кафе в поселке уже не существовало. Оно закрылось еще летом, хотя у всех о нем остались самые теплые воспоминания. Тут кафе было. Какое? Это кафе было. А как называлось? Луч. Да? Да, кафе Луч. И что, хорошее кафе было? Да, кафе хорошее. Дорогие пятили, обедали. Но особенно популярно заведение было у представителей сильного пола. Кафе Луч было единственным местом в поселке, где в начале 90-х, в период бесконечных очередей за водкой, спиртное свободно продавали в разлив. Когда проблемы с водкой закончились, посетителей поубавилось, и Луч отдали в аренду другому предприятию. А потом? А потом вот сделали чего? Ничего, закрыли. Закрыли. А потом частное предприятие тут взяло, в аренду. А потом вот отдали это здание под скорую помощь. Может, разборка между старыми и новыми владельцами? Тогда, год назад, в свидетельских показаниях Лешечкин выдвигал свою версию убийства товарищей. Антушева могли убить местные цыгломенские рикетиры. Но версия не подтвердилась. Ведь ни у кого из трех оставшихся совладельцев кафе, включая Лешечкина, подобных проблем не было. И здесь Перминов обратил внимание на этих двух оставшихся компаньонов Лешечкина по кафе «Луч». Один, Дмитрий Короткий, был одноклассником и близким другом убитого Антушева. Другой, Юрий Кологреев, являлся нынешним компаньоном Лешечкина по пенсионному фонду. Тогда я понял, что между маленьким кафе в поселке Цыгвами и мощным пенсионным фондом в городе Архангельске есть какая-то огромная света. Но какая, я пытался понять, и на тот период времени еще не мог этого сделать. Перминов получает разрешение на прослушивание телефонных переговоров Лешечкина и Кологреева, а также еще одного соучредителя фонда, который был допрошен ранее, Анфимова. Не исключалось, что рано или поздно это может пролить свет на исчезновение их партнера Харитоненко. Параллельно в Цыгломине оперативники пытались выяснить, может быть, кто-нибудь знает какие-то подробности про исчезновение Антушева. Как ни странно, про одного из владельцев луча, убитого в прошлом году в Архангельске, в поселке помнили. И даже нашлись свидетели, которые видели, как однажды к зданию кафе за ним подъехала Волга. Антушев сел в нее, и с тех пор его никто не видел. Но до этого все было спокойно. Ни Антушеву, ни его компаньонам никто не угрожал. Так что убийц надо искать в Архангельске, посоветовали оперативникам. А работа в Архангельске не прекращалась ни на минуту. Правда, телефонные переговоры компаньонов ничего интересного для следствия не содержат. Но Перминов чувствует, что нащупал что-то очень серьезное. Все эти убийства и исчезновения не случайны и как-то связаны между собой. Но почему пропадают люди? Кто похитители и убийцы? Ломая над этим голову, он продолжает с коллегами изучать пенсионный фонд и его обитатели. К осени 1994 года и для Перминова, и для жителей Архангельска, то, что представлял из себя фонд «Север», особой загадкой уже не являлась. Точнее, уже в августе после краха МММ и других подобных благотворительных фондов стало ясно. Региональный пенсионный фонд – классическая финансовая пирамида. Быстрые прибавки к нищенской пенсии. Обещания небывалых барышей в недалеком будущем. Сверхмощная даже не по архангельским меркам реклама. Бабушка с чудо-корзинкой, конечно, не Леня Голубков, но действует на повал. Вам же пенсии не хватит. Но архангельские правоохранительные органы, прекрасно понимая, что фонд – это самое, что ни на есть типичная финансовая пирамида, ничего поделать не могли, как, впрочем, и в остальных регионах страны. С точки зрения закона не подкопаешься. И дела пенсионного фонда продолжают идти в гору. Желающих отдать свои деньги с каждым днём всё больше и больше. Ну что, помнили бабушку? А бабушку никто и не забывал. Теперь она в рекламных роликах разъезжает на новеньком Форде. И пенсионеры верят – действительно, такой пенсии хватит на всё. Региональный пенсионный фонд «Север». Продолжается прослушка телефонных разговоров руководителей фонда – Лёшечкина, Кологреева, Анфимова. Но в их содержании по-прежнему ничего нет предосудительного. В основном бесконечные цифры, о количестве новых вкладчиков, суммы поступлений и тому подобное. Правда, почему-то периодически проскакивают упоминания о поставках каких-то партий ящиков, а однажды весь разговор речь шла о какой-то цистерне. Самым активным абонентом у всех троих является некий Дмитрий. Скоро выяснили его фамилию – Короткий. Тот самый третий партнёр Лёшечкина и Кологреева по уже не существующему кафе «Луч». Было очевидно, что Лёшечкина и Короткого связывают какие-то серьёзные дела. Чувствуя, что этой головоломки ему не разгадать, Перминов уже готовился к походу в картотеку нераскрытых преступлений. Как в декабре 1994 года грянул очередной гром среди неясного архангельского неба. Пропал Юрий Кологреев. По данным операторов телефонной прослушки, Кологреев пропал из эфира ещё несколько дней назад. А вскоре поступило официальное заявление от его невесты Ирины Сластининой. Она сообщила, что 5 декабря ему кто-то позвонил. Юра срочно уехал и домой больше не вернулся. На этот раз у Перминова иллюзий уже не было. Это убийство. Убийство четвёртого делового партнёра Лёшечкина. Необходимо было срочно искать труп. В поисках тела Кологреева сыщики проверили каждый чердак, подвал, обочины всех близлежащих окрестных дорог. Зимой в этих северных сугробах можно спрятать целый завод, не то, что одного человека. Но, как и в случае с Харитоненко, никаких следов. Таинственный синдикат по организации бесследного исчезновения людей действовал на редкость профессионально. Перминов вновь допрашивает Лёшечкина. И тот вновь, как и в случае с Харитоненко, искренне озабочен исчезновением товарища и компаньона. Кологреев был его правой рукой. Очень многое в фонде держалось на нём. Как теперь без Юры? Ещё больше был расстроен Дмитрий Короткий, их общий с Лёшечкиным и Кологреевым компаньон по кафе «Луч». Во-первых, они с Юрой вообще дружили с детства. А во-вторых, после того, как разорилось их кафе, и Кологреев перешёл работать в пенсионный фонд, он обещал скоро устроить на хорошую работу и его. А теперь её точно не будет. Но хорошей работы в пенсионном фонде, видимо, не суждено было получить никому. Весной 95-го года начались давно предсказываемые проблемы, и фонд прекратил выплаты дивидендов пенсионерам. Тысячи архангельских стариков выстроились в бесконечные очереди в надежде получить назад хотя бы свои жалкие сбережения. А ещё через некоторое время Перминов узнаёт, что Лёшечкин неожиданно уехал в Голландию. При этом он периодически звонит в Архангельск, руководя фондом по телефону. Но, как выяснилось, в Голландии Лёшечкин не по музеям рассказывает. Он занимается там различными торгово-закупочными операциями. В частности, поставляет в город обязательные для того времени куриные окорочка, а также мясо и фрукты. Причём всё это исправно поступает в магазины родного Архангельска. Но однажды в кабинете Владимира Перминова раздаётся совершенно неожиданный звонок. Неизвестный абонент сообщает, что в убийстве Харитоненко и Калагреева виноват Дмитрий Короткий. Как это? Друг детства? Убийца? Поражённый Перминов требует срочно определить номер телефона звонившим. Это удаётся. И по адресу непредставившегося доброжелателя немедленно посылают группу. К огромному удивлению сыщиков абонентом оказывается их бывший коллега, в прошлом сотрудник областного РУБОПа Игорь Ворущенко. При нём обнаруживают пистолет. Хозяина задерживают и отправляют в СИЗО. Прибывший в изолятор Перминов задаёт Ворущенко вопрос. Откуда у него такие сведения, что именно Дмитрий Короткий виновен в исчезновении и убийстве Харитоненко и Калагреева? После некоторой паузы Ворущенко сообщил. Эту информацию его попросил передать в прокуратуру Андрей Лёшечкин. Продолжение следует... В августе 1994 года в Архангельской среде Белодня пропадает заместитель директора самой известной в городе благотворительной организации, регионального пенсионного фонда «Север» Александр Харитоненко. Никто из его коллег, включая председателя фонда Андрея Лёшечкина, ничем помочь сыщикам не могут. Старший следователь по особо важным делам областной прокуратуры Владимир Перминов, приступив к расследованию, обращает внимание на раннюю судимость Лёшечкина за соучастие в убийстве своего компаньона по одному малому предприятию. Более того, вскоре Перминов выясняет, что совсем недавно Лёшечкин являлся компаньоном ещё одного убитого при загадочных обстоятельствах человека. С Сантушевым они владели небольшим кафе в пригороде Архангельска. Но во всех случаях у Лёшечкина безукоризненная алина. Кроме того, было видно, как он сам серьёзно переживал утрату друзей-компаньонов. Пока следователь сопоставляет эти более чем удивительные факты, исчез ещё один компаньон Лёшечкина по пенсионному фонду и Юрий Калагреев. И вновь никаких следов и зацепок. В один из дней, когда Перминов уже собирался сдавать дело в архив, в его кабинете раздаётся звонок. Неизвестный сообщает, что знает имена убийц, а эту информацию его попросил передать в прокуратуру Андрей Петрович Лёшечкин. Субтитры создавал DimaTorzok Перминов допрашивает задержанного Ворощенко. Откуда он знает Лёшечкина и зачем тот попросил передать в прокуратуру эти сведения? Ворощенко сообщил, что просто хорошо знаком с Лёшечкиным и очень его уважает. Он вообще всегда готов помочь хорошему человеку, тем более такому уважаемому, как Андрей Петрович. К тому же он попросил его сделать такую важную вещь – сообщить в органы, то есть вам, имена убийц друзей Лёшечкина, которых уже долго ищут. А как Лёшечкин узнал, что убийцы – короткие и его люди? – поинтересовался Перминов. Да откуда ему знать? Он и короткого-то никогда в глаза не видел. Неужели Лёшечкин не назвал имена подельников, если он их знает? Нет, Андрей Петрович подчеркнул, главный у них короткий, а других Ворощенко не запомнил. Хотя, кажется, одну фамилию называл Левчук. Левчуков в Архангельске оказалось немного. И того, кого нужно, нашли быстро. Также вычислили и других близких приятелей короткого, по крайней мере тех, с кем он тесно общался в последнее время – Порошкина и Киткина. Итак, если Лёшечкин прав – это убийцы. И назвал он их искренне, желая помочь следствию, то почему он не сделал этого раньше? Во время их бесед, вывод один – убийцы и ему угрожали. Ведь Лёшечкин являлся единственным оставшимся в живых соучредителем как кафе «Луч», так и пенсионного фонда «Север». Значит, следующим должен быть он – Лёшечкин. Вот почему он так спешно уехал в Голландию. А оттуда уже из безопасности обратился через Ворощенко в прокуратуру. Ну а если всё это лишь игра великого комбинатора, и давние подозрения Перминова верны, вдохновитель и организатор убийств трёх своих компаньонов – сам Лёшечкин? Но тут Перминов понял, кто бы ни был заказчиком, любые оставшиеся компаньоны – потенциальные жертвы. То есть, если промедлить, скоро будут новые трупы или исчезновения. А так, у Перминова по президентскому указу есть законные 30 дней, в течение которых он сможет либо найти улики и предъявить их короткому и компании, либо, если информация Лёшечкина не подтвердится, извинится и выпустит всех на свободу. 15 мая 1995 года бойцами специального отряда быстрого реагирования управления по борьбе с организованной преступностью УВД Архангельской области в течение одного дня были задержаны все подозреваемые – Дмитрий Короткий, Андрей Левчук и Леонид Порошкин. Уже во время проведения операции обратили внимание на важную деталь. После того, как в квартиры врывались вооружённые люди в масках, первый испуг у хозяев быстро сменялся облегчением. Может быть, потому что понимали – это рубоб, а не киллер. Кого так боялись эти люди? Лёшечкина? На первых же допросах короткие остальные говорили много и охотно. Рассказывали всё, что угодно, только не то, что хотел услышать Перминов. Видимо, подозреваемые прекрасно понимали, что никаких серьёзных улик он пока предъявить не мог. А что касается Лёшечкина, так он хороший товарищ и грамотный руководитель. Больше ничего. Время шло. Тогда Перминов решает вновь допросить невесту Калагреева – Сластинину. При этом идёт на рискованный шаг. Прекрасно понимая, что девушка уже знает об аресте Короткого, он заявляет ей – Дмитрий сознался в убийстве её возлюбленного – Калагреева. И тогда Сластинина признаётся в том, что давно это знала. А почему молчала? Боялась. Боялась? Кого? Их всех. Они ей что, угрожали? Нет, но они могут запросто убить любого. Как убили Севастьянова. Какого ещё Севастьянова? Был один такой, приятель Короткого и Калагреева. Почему ж тогда про это убийство раньше ничего не говорила? Так это же они из-за меня отомстили. Севастьянов меня изнасиловал. Они ещё, помню, приговаривали – собаки, собачья смерть. Даже гроба человеческого не достоился, а лишь какой-то дырявой бочки. Особенно верить Сластинина основания не было. Но это был единственный шанс. Необходимо было искать эту таинственную бочку. С утра до ночи все находящиеся на дежурстве патрули получают дополнительное задание. Обращать внимание на большую бочку, может быть, валяющейся где-то в укромном месте. Участковые теперь вынуждены непременно проходить мимо помоек, пустырей и других заброшенных мест. Может быть, кому-то повезёт. И чудо случилось. Повезло. Жарким июньским днём патрульная машина УВД Октябрьского района проезжала по объездной дороге. И кто-то из сотрудников заметил на обочине в кустах что-то похожее на ржавую бочку. Впервые Владимиру Перминову, раскрывшему не одно преступление и повидавшему на своём веку десятки обезображенных трупов, пришлось осматривать место происшествия в противогазе из-за ужасного запаха. Около часа бойцы СОБРа, по иронии судьбы, те самые, которые и арестовали предполагаемых убийц при помощи топора и лома, пытались вытащить замурованное сюда более двух лет назад тело. Перминов на допросе заявляет короткому. Мы нашли труп Севастьянова. В бочке. И предлагает ему явку с повинной. Суд это учтёт, но он должен чистосердечно рассказать обо всём. Под тяжестью неопровержимой улики короткий соглашается, и к удивлению следователя точно показывает место, где они сбросили бочку. Вот здесь он подъехал задом, и вытолкнули бочку. Туда вниз столкнули. Короткий охотно подтвердил и мотив убийства – изнасилование Сластининой. А приговор они исполнили вместе с Калагреевым и Антушевым. Калагреев заранее приготовил орудие убийства, я тоже это знал. И бочку, цемент он всё привёз в кафе. На правах оскорблённого любовника Калагреев лично застрелил Севастьянова. Минут через пять Калагреев пригласил нас положить труп в бочку. Труп в бочку положили успешно, после чего залили её цементом. Антушев, что делал в это время? Антушев, запускал ракетницу? Этим поминальным салютом Антушев, видимо, решил почтить память безвременно ушедшего товарища. В тот момент он, разумеется, ещё не знал, что следующим будет он. Правда, кто именно убьёт Антушева в подъезде на Карельской улице, так и останется невыясненным. Как, впрочем, не будет подробностей и о траурном салюте. Допросы Короткого и Подельников были в самом разгаре, когда поступает сообщение. Найден ещё один труп неизвестного мужчины. Он всплыл в Северной Двине сразу после ледохода. У Перминова ёкнуло. Харитоненко или Калагреев? И Короткий, и Порошкин при опознании сомневались недолго. Это их товарищ Юра Калагреев. Но кто убивал и топил, понятия не имеют. В отличие от Севастьянова, тело Калагреева хорошо сохранилось в холодных водах Северной Двины. Судебно-медицинская и трассологическая экспертизы установили, что Калагреев был убит выстрелом из-за обреза с близкого расстояния. В квартире Короткого произвели обыск. И, к немалому удивлению сыщиков, в коробке из-под телевизора обнаружили обрез. Тщательная и в данном случае совсем непростая баллистическая экспертиза подтвердила. Калагреев убит из этого обреза. Отпираться было бесполезно. И Короткий заговорил. После смерти Алтушева, он стал пытаться тоже от меня избавиться. Сначала так, чтобы я добровольно вышел из состава участников, и там исходы лишь только два, и добровольно решили помирать. А так нельзя. Не уходить, не помирать Короткому не хотелось. Пришлось помирать самому Калагрееву. Перминову не дает покоя этот кровавый конвейер. Один за одним лучевцы отправлялись на тот свет, и каждый по разным причинам. И еще это легкость, с которой друзья-приятели убивали друг друга. Что же это за страшная тайна скрывалась за такой светлой и жизнеутверждающей вывеской луч? Но больше всего Перминова по-прежнему волнует вопрос. Какова при всем этом роль Лешечкина, и почему он сдал компаньонов убийц? На одном из допросов Короткий признается, что Лешечкин, позвонив однажды в Архангельск из Голландии, распорядился передать все оставшееся имущество луча в собственность одной из фирм, партнеров пенсионного фонда «Север». Что и было сделано. При этом у него, Короткого, единственного оставшегося в живых соучредителя, согласия не спросил. Эта операция, как ни странно и смешно, тянула на статью мошенничества, за что Лешечкина вполне можно упрятать за решетку лет на восемь, по крайней мере арестовать. А тогда займемся и убийствами, решил Перминов. Но где сейчас находится Лешечкин? Связываются с голландской полицией, но те сообщают, что в стране его уже давно нет. Лешечкина объявляют в федеральный розыск. Вскоре поступает сообщение из Обнинска. Лешечкин там. В Обнинск срочно выезжают оперативники и сообщают Лешечкину, что найдено тело его компаньона Калагреева, и предлагают ему отправиться для разговора со следователем в Архангельск. Пока в качестве свидетеля. Поезд прибыл в Архангельск поздно ночью. И вся пикантность ситуации заключалась в том, что ордер на арест Лешечкина теперь мог быть получен у прокурора только утром. Прибегли к экстраординарным мерам. Привезли, куда его на ночь надевать некуда. Вот сидели, квасили, начали пить. Задержать не задержишь. Зная его прошлое, то, что вот за ту судимость, то есть адвокаты хорошо зацепятся. И отпускать его никак не отпустишь. И говорит, давай, остаграмимся. Ну, раз выпили уже тут, и для адвокатов меньше зацепки. И поехали, поехали. И ночь там прокрасили. Но начиная со следующего утра, когда появился и ордер, и адвокаты, главным собеседником Лешечкина на долгое время станет следователь Владимир Перминов, который будет слышать от Лешечкина только одно. Он честный и добросовестный предприниматель и ничего противоправного в своей жизни не совершал, не говоря уже об участии в убийствах своих компаньонов. Но у Перминова уже кое-какие улики имелись. Бывший бухгалтер Луча Бурмагин, кстати, уже хорошо знакомый Перминову по пенсионному фонду, предоставил отчетные документы товарищества. По ним получалось, что большое количество фирм поставляло в скромненькую, по сути, забегаловку неведомые товары на огромные суммы. Быстро выяснили, что никаких фирм с громкими названиями «Оскар», «Марс» или «Сальери» в природе никогда не существовало. Криминалисты без труда определили, что все их печати фальшивые. Недоумевали и сотрудники налоговых органов. Впервые мы столкнулись с таким количеством существующих фирм. По сути, это были рога и копыта. Но в таком количестве нам такие рога и копыта встречались впервые. Но что за товар поставляли они в учеб? Перминов, предъявив Лешечкину обвинение в мошенничестве, проводит один следственный эксперимент за другим. Но ни один из них не дает ответа ни на этот, ни на главный вопрос, для чего понадобились все эти кровавые разборки и что так и не смогли поделить учредители луча. Кстати, несмотря на признание подследственных, еще надо было доказать и факт убийства Севастьянова. Ведь в отличие от ситуации с Калагреевым, орудия убийства Севастьянова пока не обнаружены. В поисках оружия следователь вместе с Коротким отправляется в его погреб. Но после тщательного обследования там ничего обнаружено не было. Ничего, кроме незакатанной пробки от водочной бутылки. И тут Перминов все понял. Подпольная водка. Вот из-за чего разгорелся весь сыр-бор. Как он сразу не догадался? Теперь луч засветил совсем другим светом. Что еще могло приносить такие баснословные барыши, из-за которых можно запросто убивать ближайших друзей? 91-й год. В Архангельске, как и по всей стране, выстраиваются бесконечные очереди за водкой. С национальным напитком невиданные почти катастрофические проблемы. Ни талоны на бесценный продукт, ни усиленные милицейские наряды у винных магазинов. Ничто не может успокоить обезумевших людей. Так же, как, впрочем, ничто не может их отвлечь от приближающейся вожделенной цели. Даже смерть товарища, не дошедшего до нее нескольких метров. И в этой ситуации не мог не появиться коллективный Остап Бендер. Спаситель для начала является в поселок Цыгламень и предстает перед его измученными жителями в виде распрекрасной тройки. Так и появилось товарищество луч. Но на улице водку разливать не будешь, и первым шагом компаньонов стало приобретение столовой. Но оно должно было пройти по цивилизованным правилам, через аукцион. То есть столовую получит тот, кто больше заплатит. Была проведена предварительная обработка коллектива. Но перед аукционом неожиданно всплыл конкурент по фамилии Ортиков. Ошарашенные компаньоны поспешили к самозванцу. Калабреев так же вытаскивает. У него такая кожаная коричневая куртка была такая самая. Из кармана вытаскивает обе руки. В одной руке революет, в другой руке граната. Вот знай, говорит, если будешь давать заявку, будем разговаривать с этими предметами. Предметы не подействовали. Тогда Ортикова до полусмерти избили. И конкурент все же свою заявку снял. И столовая вскоре превратилась в настоящий подпольный завод. Процесс пошел. Водку продавали через магазины. В том числе через магазин, где директором был Лешечкин. Лешечкин, досрочно выйдя на свободу, после пересмотра дела по убийству своего первого компаньона Шаброва, долго без дела не сидел. Он занялся тем же, чем и его будущие коллеги. Стал торговать подельной водкой в маленьком магазинчике в Архангельске. Там их судьба и свела. Короткие Антушев и Калабреев пригласили Лешечкина к себе в команду. Андрей Петрович, подключайся. Андрей Петрович подключился и сразу прибрал все к своим рукам. Ввел жесткие порядки и конспиративные правила. За каждый участок отвечает свой человек, который в другую сферу деятельности не допускается. Вот почему так долго Перминов не мог открыть тайну луча. Не сразу, кстати, выяснилось, и что за диковинный товар в неимоверных количествах поставляли в кафе фирмы невидинки. Это был спирт. Дело ставится на широкую ногу. Деньги льются рекой. На них приобретаются кафе, магазины, машины. И вскоре луч засветил в полную силу. Исправно укрепляются кадры товарищества. В основном за счет освобождающихся из колоний приятелей компаньонов. Калагреев приводит Порошкина и Киткина. Лешечкин своего соседа по нарам, бывшего боксера Севастьянова. Которого и ставят в кафе выше баллы. Но он много пил. Причем водку без конца брал бесплатно. Но главное, стал настойчиво претендовать на часть доходов. Такой беспредел никого не устраивал. Вот тогда-то для устранения нежелательного кандидата в компаньоны быстро и нашли повод изнасилования Сластинина. А работа в цыгломенских рогах и копытах продолжала бить ключом. Но гений Лешечкин не мог довольствоваться достигнутым. Деньги должны делать деньги. К тому же Лешечкин понимал, что занимаясь подпольным бизнесом, капитал нужно было легализовывать. Ну куда вложить деньги? Подсказка пришла из Москвы. Там начиналась эпоха МММ и других финансовых пирамид. Выяснилось, деньги у народа есть. Может быть остались деньги и у пенсионеров? Конечно. Финансовая пирамида в виде пенсионного фонда. Вот еще одна незаполненная ниша. Так что особенно много Лешечкину вкладывать не пришлось. И в 94-м году на свет появилось его главное детище. Негосударственный региональный пенсионный фонд «Север». Вторая пенсия, а не мусорная бать. Вот путь решения, арахит сложной задачи. Региональный пенсионный фонд «Север». Категорически и бесповоротно. Подобающее место компаньоны выбрали и для офиса. На одном этаже красивого деревянного особняка находился музей северного сказочника «Ширгина». Сказочники Лешечкина поселились на другом. Подарив людям сказку, взамен Лешечкин начал получать от них миллиарды рублей. По размаху деятельности в Архангельске он нисколько не уступал знаменитым «Мавроди» из-за момента. Полученные барыши компаньоны вкладывают в различные фирмы города. В августе 95-го, курировавший именно эти вопросы Александр Харитоненко, почему-то решил выйти из игры. Несчастный партнер не предполагал, что из пенсионного фонда могут только вынести вперед ногами. Но обстоятельства его исчезновения и гибели так и останутся невыясненными. Фонд, кстати, Лешечкин взял не всех бывших друзей. Неудел остался Короткий. Он не мог смириться, что его друг Калагреев процветает, а он остался у постепенно тускнеющего луча. Уже давно, косо поглядывая на приятеля, Короткий вдруг узнает, что, несмотря на трудности в водочном бизнесе, Калагреев только что втайне провернул самую блестящую в истории луча операцию. Пригнал с гидролизного завода из Северодвинска целую железнодорожную цистерну спирта, и умудрился за ночь ее полностью распродать. Все 60 тонн. Прямо с колес. При этом через своего диспетчера, который находился в городе Северодвинске, было поднято практически полгорода. И подъездные пути превратились буквально в муравейник. Теперь можно убить сразу двух зайцев, избавиться от Калагреева, а заодно прихватить и сумасшедшую выручку. 300 миллионов рублей. Сценарий был продуман до мелочей. В декабре 94-го года Короткий пригласил Калагреева к себе домой, где Порошкин с Левчуком заранее спрятались в маленькой комнате. Короткий на время вышел из комнаты со словами «Пойду чайник поставлю». Это был условный сигнал. На счет три Порошкин вошел в комнату и выстрелил в Калагреев. Левчук на всякий случай приготовил топор, но хватило и одного выстрела. Тело своего, теперь уже бывшего директора, приятели упаковали в сумку и отправились на берег Северной Двины. Сделали прорубь и убедились, что сумка с телом ушла под лед. После убийства Калагреева спиртоводочная река окончательно высохла. И пенсионный фонд, куда она вливалась, тоже начинает страдать от финансовой жажды. Но Андрей Петрович и здесь не пал духом. И с остатками денег рванул в Голландию, якобы снабжать любимых земляков заморскими продуктами. Оказывается, Андрей Петрович вперед своей заграничной командировки успел кинуть одного голландского предпринимателя почти на 100 тысяч гульдина. Наивный западный партнер Лешечкина еще долго писал послания в Россию с просьбой найти компаньона и вернуть деньги. Наш эстап Бенбер, он и в Голландии остался эстапом Бенбера. Когда финансовое положение фонда становится угрожающим, Лешечкин возвращается из Голландии и, чтобы во всем разобраться, решает навестить короткого. Андрей Петрович приехал к ним утром в 5 утра. И тут заягозил, давай, Андрей Петрович, я сейчас чайку поставлю. А по фразе «поставлю чайку», они застрелили Калагреева. Андрей Петрович говорит, нет, спасибо, мне чайку не надо. И развернулся, и ходит отсюда. И после этого он их всех сдал, а сам отсюда уехал. Действительно, сдать друзей в органы – неплохой способ устранения конкурентов. Их тут всех пересажают, и Лешечкин один встанет во главе всех их предприятий. Остальных-то уже в живых нет. Лешечкин вообще с детства был сообразительным мальчиком. А еще за ним и в школе, и в армии замечали одну особенность. Андрюша, в отличие от других сверстников, никогда не дрался. Но при этом в коллективе всегда торжествовала именно точка зрения Лешечкина. Без всяких кулаков, как тогда казалось. Следствие продолжалось около года. За это время областной прокуратурой, налоговой полицией и управлением по организованной преступности был проведен гигантский объем работ. Одних свидетелей по делу проходило около 130. Молчал только один человек – Лешечкин. Невозмутим он был и на суде, на котором, по заведенной традиции, его бывшие компаньоны изменили свои показания, и Лешечкин вновь оказался непричастным к организации убийств. Ему удалось вменить только мошенничество, и незаконное предпринимательство. Лешечкин сделал выводы из первой своей ошибки, когда при заказанном им убийстве он присутствовал на месте совершения преступления. И уже в последующем, когда он заказывал убийство своих товарищей, он не только не присутствовал на месте совершения, но нам не удалось найти каких-либо доказательств причастности его к совершенным действиям. Но я уверен, что он к ним причастен. 15 января 1997 года коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда вынесла приговор. За организацию вооруженной банды и убийство Дмитрий Короткий получил 13 лет колонии строгого режима. Леонид Порошкин – 10. За соучастие в убийствах Олег Киткин и Андрей Левчук получили 6 и 5 лет соответствия. А вдохновитель и организатор всех побед северной предпринимательской мысли Андрей Петрович Лешечкин вновь отделался легким испугом. Получив всего 6 лет, он и их, как всегда, отсиживать не собирался. Уже осенью 99-го года Лешечкин досрочно за примерное поведение освободился из колонии. Освободился и тут же приступил к созданию очередного товарищества. На этот раз он особенно тщательно занят вопросом подбора новых компаньонов. Так что у Владимира Перминова впереди большая работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова